Всем привет, друзья! С вами Аня, и сегодня я хотела рассказать вам о весьма необычной настольной игре, которая называется Коммонавты. Необычность заключается здесь как в сеттинге игры, так и в ее компонентах. Дело в том, что по сюжету игры мы с вами отправляемся в подсознание доктора Мартина, где мы будем сражаться, в прямом смысле слова, с его страхами и внутренним демоном. Ведь только так мы сможем вывести доктора из комы и спасти весь мир. Эту кооперативную игру можно и нужно, скажу я вам, проходить в процессе кампании, в течение которой мы узнаем все больше подробностей из жизни доктора. В каждую партию мы с вами сможем посетить до пяти локаций. Но какие это будут локации, в какой последовательности и что в конце концов нас там с вами будет ожидать, вот это уже непредсказуемо. Кроме того, здесь достаточно большое количество локаций и все это говорит о реиграбельности игры. Ах да, заметили? Здесь нет как такового игрового поля. Вместо него есть книга, где и собраны вот это огромное количество локаций и художественного литературного текста. Итак, перед началом игры положите в центр стола книгу приключений, а сбоку от него планшет приключения. Уберите все кубики в мешок, подготовьте колоду состояния доктора. При этом три последние карты должны состоять из одной прямой линии и двух стабильных состояний. Перемешайте эти карты случайным образом и положите под низ соответствующие колоды. Разложите карты предметов, противников, тотемов и состояний, не перемешивая их. Из колода внутренних демонов с красной рубашкой выберите два случайных страха и отложите их в сторону. Остальные перемешайте и выберите случайных пять. Это будут ваши внутренние демоны на этот сеанс. Остальную колоду карт можете убрать в коробку. После чего выберите из колоды локации те комозоны, которые соответствуют данным внутренним демонам. Из этих зон выберите случайную, она и послужит вашей начальной комозоной. В нашем случае это будет Plants View. И отложите в сторону того внутреннего демона, который соответствует этой локации. Остальных демонов перемешайте и выберите одного случайным образом, не подглядывая. Это и будет ваш главный внутренний демон, с которым вам необходимо будет сразиться, чтобы победить в этой игре. Для того, чтобы его найти, вам потребуются подсказки. Выберите из колоды подсказок пять карт с тем же номером, что и у нашего внутреннего демона. В процессе игры мы будем получать возможность пользоваться этими подсказками, чтобы узнать, где же обитает наш внутренний демон. Итак, всех внутренних демонов, включая начального, поместите неподалеку от игрового поля. А из пяти карт локаций создайте так называемый Nexus. Теперь нам осталось подготовить только личную зону игроков. Каждый игрок берет себе планшет. Кстати говоря, они все разные и отличаются состоянием. Горе, испуг и другие. Потом, случайным образом, из колоды аватаров выбираются два и кладутся лицом вниз. При этом не подсматриваются. А другого аватара, третьего, вы можете уже выбрать, посмотрев на их способности. Давайте, например, для одного игрока мы выберем Чемп и Минди, а для другого игрока – Лин. У каждого персонажа имеется специальная способность, которую можно активировать, потратив три жетона на зарение. Также какие-то способности, начальный инвентарь, а также локации, Камазоны точнее, в которых они будут подозрительными. А также какая-то специальная способность. Например, у Лин это плюс два здоровья. Лин у нас вооружается в начале игры мечом. Это оружие ближнего боя, которое можно использовать тихо, не вызывая шума, и дает дополнительный бонус при сражении. Экипированные предметы мы размещаем справа от игрока. Кстати, об экипировке. Экипировать герой может не более пяти предметов. Один из которых будет одеваться на голову, второй – на тело, третий берется в руку, четвертый является приспособлением, ну а пятый по выбору игрока – либо вторая рука, либо еще одно приспособление. А вот в инвентаре может находиться не более двух предметов, и эти карты располагаются слева от планшета игрока. Кстати, внизу карт указаны Камазоны, в которых персонаж будет являться подозрительным. А так как наша начальная локация как раз таки является первой, то на Лин мы кладем соответствующий жетончик, а также жетон о здоровье. У всех персонажей это три, ну а у Лин имеется специальная способность, за счет чего ее здоровье вырастает сразу до пяти. И не забудьте снабдить каждого персонажа его соответствующей фигуркой. После чего мы можем прочитать начальное вступление к данной Камазоне и, собственно, приступить к игре. Ход игрока состоит из нескольких последовательных этапов. Первонаперво мы выполняем получение кубиков, то есть вслепую достаем из мешочка пять разных кубиков и разыгрываем их в последовательности в зависимости от их цвета. Первыми разыгрываются белые кубики, благодаря которым можем получить жетоны озарения. В этом случае игрок бросает кубик и получает жетон озарения, если значение на кубике больше, либо равно количеству жетонов, которые здесь имеются. Например, в нашем случае пять больше трех, и да, мы получаем еще один жетон озарения. То же самое делаем со вторым кубиком, но здесь нам уже не повезло. Либо, если мы хотим, мы имеем право кинуть сразу два кубика, что увеличивает наш шанс получить этот жетон, но уже в количестве равном одному. Ну, например, в данном случае, да, мы бы заработали один жетон. После чего разыгрываются черные кубики с белыми точками, и они располагаются на специальный трек угрозы. Если же наш персонаж подозрительный в этой локации, то мы кладем еще туда кубики, черные кубики с красными точками. Но если бы это был ход, например, Чемпо Минти, то мы бы просто сбросили этот кубик обратно в мешок. И здесь стоит обратить внимание на ситуацию. Если она была неспокойна, то в игру возвращается ранее побежденный враг, и мы кладем его напротив кубика. Ну, а если ситуация была спокойна, то мы с вами идем дальше. А далее, если нам посчастливилось вытянуть вот такой прозрачный голубой кубик, который называется внутренним ребенком, мы его кидаем и размещаем на соответствующее место. А затем откройте верхнюю карту из колоды самочувствия Мартина. При этом, если на нашей локации имеется вот такой значок, то мы размещаем с вами этого самого внутреннего ребенка на эту зону. После этого вы, наконец-таки, можете приступить к выполнению своих действий. В правилах достаточно запутанно написано, что перед тем, как выполнить любое действие, вы должны обязательно бросить кубик и только потом его сделать. Это не совсем так. Дело в том, что для выполнения некоторых действий достаточно просто отправить кубик в сброс. И абсолютно неважно, какое на нем находится значение. Итак, вы можете сконцентрироваться и обменять два любых кубика на один из кубиков. Сохранить кубик на своем планшете. Это понадобится вам на следующем раунде, либо для защиты. Также вы можете воодушевить другого игрока, отдав ему на хранение свой кубик. Либо отдать ему жетон воодушевления, сбросив абсолютно любой кубик. Далее, сбросив любой кубик, вы можете переместиться на соседнюю локацию через поликтирную линию. Либо в пределах одной локации с одного места на другое. А вот если вы видите сплошную линию какого-либо цвета, то для перемещения в эту зону вам понадобится уже кубик определенного цвета. Также, если вы стоите на одной клетке вместе с другим игроком, то можете совершить с ним обмен и обменяться инвентарем. Ну и наконец-таки, вы можете проходить проверки навыков. А вот для этого вам уже понадобится бросать кубики. Как вы обратили внимание, всего их пять типов. Красный связан с проверкой силы или атакой ближнего боя. Зеленый с ловкостью, либо дальним боем. Желтый со смекалкой, либо обыска. Синий со стойкостью, ну а фиолетовый здесь являются местным джокером, который можно тратить вместо любых других кубиков. Так вот, чтобы пройти проверку, результат брошенного кубика должен быть больше, либо равен тому значению, которое необходимо пройти. И как и в предыдущих случаях, можно кинуть сразу несколько, чтобы сложить их значение и повысить шанс на успех. При этом обратите внимание, что можно складывать с фиолетовым кубиком. А вот если кубиков подходящего цвета у вас нету, то вы автоматически проваливаете проверку. В игре существует и групповая проверка. Вот ее уже провалить нельзя. В этом случае в свой ход игрок просто кидает соответствующий кубик, либо кубики, и размещает на шкалу групповой проверки. Как только достигается необходимый суммарный результат, тогда и засчитывается эффект успеха. Отдельный вид проверки – это атака ближнего, либо дальнего боя, который осуществляется при помощи красных и зеленых кубов соответственно. Для победы значение на кубиках должно быть больше, либо равно значению защиты данного врага. И если вы его победили, то откладывайте эту карту в сторону, но помните, что она еще может вернуться в игру, а в награду получаете то, что написано на самой карте. Например, если мы победим охранный лазер, то получим блок данных. Это вещица, которая является приспособлением, и ее можно сразу экипировать, либо поместить себе в инвентарь. А также можно сразу же передать другому игроку, если он находится вместе с вами в одной локации. И он также может ее отправить в инвентарь, либо сразу одеть. Примерно так же проходит сражение дальним боем, только уже при помощи зеленых кубиков, ну и не обязательно находиться с врагом при этом в одной локации. После того, как вы разыграли все необходимые действия, несохраненные кубики сбрасываются, то есть отправляются в сброс кубиков, и вы проверяете уровень угрозы. Если жетон ситуации лежит стороной враги вверх, и количество кубиков угрозы больше либо равно врагам, то наступает и ход. А вот если ситуация была спокойна, но кубиков четыре либо больше, то примените определенные эффекты, написанные на книге истории. После чего наступает ход врагов, если они появились, и кубики после этого отправляются в мешок, и наступает ход другого игрока. Если коротко о ходе врагов, в начале хода бросите кубик, и определите поведение врага. Это значение равняется силе и скорости вашего противника. Как правило, противник передвигается на свою скорость, к ближайшему аватару, и атакует его. Если у героя не было защитного кубика, то он просто получает ранение, то есть снимается жетончик жизни. А вот если у героя был кубик, он может попробовать его кинуть и попытаться защититься. Если значение на этом кубике больше, чем атака врага, то он успешно защитился. Жизнь у него не отнимается, а кубик сохраняется. А вот если выпавшее значение будет меньше, то тогда этот кубик уходит в сброс, и все-таки ваш персонаж получает ранение. Если вдруг вы снимаете последнюю жизнь с вашего персонажа, то данный аватар отправляется в так называемую трясину и открывается новой. Трясина достаточно важное место, потому что если в какой-то момент игры все три аватара одного игрока либо аватары всех игроков будут находиться в трясине, это будет означать проигрыш. А выиграть же здесь можно только одним способом найти и победить главного внутреннего демона. В общем-то это все правила. Для наглядности я вам сейчас покажу, как играется пару раундов в этой игре, но вынуждена вас заранее об этом предупредить, потому что это будет являться небольшим спойлером. Небольшим, потому что здесь много локаций, разные персонажи, и непредсказуемость всего, что здесь произойдет, и шанс, что у вас будет точно такая же ситуация, но просто минимальный. Но решение смотреть видео дальше остается за вами. А вот ставить оценочки и писать комментарии под видео вы можете уже прямо сейчас. Итак, давайте продолжим ту же локацию, на примере которой я все и рассказывала. Итак, это локация под названием Пленцвью. На карточке мы можем прочитать художественный текст, который немного ведет нас в историю событий. Пленцвью – это родной город Мартина. Мальчик рос единственным ребенком в нервной обстановке и вдали от сверстников. То, что он видел и испытал, определило его дальнейшую жизнь и сделало его уязвимым перед лицом страха. Если бы мы получили эту карточку в процессе игры, то там было написано, что мы переходим с вами на страничку 5, где и, собственно, зачитаем какую-либо сюжетную историю. Давайте я сейчас не буду сильно спойлерить и ее зачитывать, просто покажу вам, как играется механика этой игры. Нашей целью является выяснить, куда же подевался Мартин. И мы переходим к разделу 7.1. Для подготовки мы помещаем аватаров на вот эту стрелочку. Это наше начальное место. Помещаем жетоны с лупой на соответствующие клетки. Это позволяет нам произвести в этих местах поиск и, возможно, найти какой-то полезный предмет. Также книга нам подсказывает взять карту местности укрытия. Да, в этой игре есть еще карты местности, и в каждой действует какое-то определенное правило. Например, в нашем случае, если аватар находится на символе укрытия, то уни может стать целью врага с другой клетки. Враг не перемещается к прячущемуся аватару, пока в игре есть другие цели. И на этом символе может находиться только один аватар. Естественно, там не могут находиться аватары с ключевым словом гигант, неудобства и шум. Они спрятаться не могут. Но у нас таких пока что нет. Дайте положу вот сюда карту, чтобы мы о ней не забывали. Особые правила. В путь. Если на этой странице произошла встреча, то как только ситуация изменится на все тихо, вы сможете отыскать следы и пойти по ним, перевернув страницу. На этом все. Дальше мы с вами никакие пункты не зачитываем, ничего себе не спойлером, и начинаем играть. Ну давайте, первый у нас будет ходить Лин. На нос, кстати, подозрительный в этой локации. Она вытаскивает пять кубиков. Первым разыгрываем белый. Выпадает пятерка, как неожиданно. Неожиданно мы получаем жетончик озарения. После чего разыгрываем черный кубик. Он у нас белыми точками. Мы его помещаем сюда на шкалу угрозы. Белый взброс. Дальше у нас имеется три кубика. И мы можем что-то сделать. Но давайте мы взаимодействуем, может быть, вот с этим жетончиком. Интересно, что здесь. Давайте за желтый кубик. Она перемещается сюда. Нет, за зеленый кубик. Она, давайте, перемещается сюда. И за желтый кубик мы можем провести оборудование. Мы должны кинуть кубик. Если его значение четыре, либо больше, мы сможем посмотреть одну из этих лупов. Ну, давайте нижнюю. Шесть. Отлично. Мы успешно посмотрели, что здесь. А здесь у нас сковородка, свежее печенье и обычная одежда. Теперь мы можем получить любую из этих карт на свой выбор. Давайте по порядку возьмем сковородку. Сковородка в этой игре является оружием ближнего боя. Где-то это уже было. Кажется, в Фейбл тоже любили сражаться с сковородками. Она дает, кстати говоря, плюс один к силе в ближнем бою. Это оружие свободы. Она, правда, неудобная и шумная. А так как у меня вообще тут какой-то супер тихой и скрытной линги, а помечу, пожалуй, в инвентарь эту сковородку, ну, возможно, я передам, не знаю, чем по Минде. Все равно они собаки и шумные, да, мне так кажется. А вот к мечу и сковородку я брать, наверное, не буду. Это даже выглядит как минимум странно. У меня остался еще один кубик, и давайте я его потрощу на передвижение сюда, к телевизору. Здесь у нас глазик с цифрой 1. Это значит, что мы зачитываем соответствующий раздел. Итак, единственный источник света в гостиной – мерцающий экран старого телевизора. Подойдя, вы слышите лишь белый шум. Телевизор настроен на неработающий канал. Если вы хотите найти работающий канал, используйте свою проницательность и перейдите к разделу 7.3. Конечно, можно было бы, но, увы, в 7.3 написано «Пройдите желтую проверку навык». Ну, то есть «Бросьте желтый кубик». У меня как бы все кубики закончились, поэтому я, увы, должна закончить свой ход. И теперь мы смотрим нашу ситуацию. У нас все тихо. Один кубик, врагов здесь нету, поэтому ход переходит к следующему игроку. И ходит у нас Чемп и Минди. Она вытаскивает тоже 5 кубиков. Ей снова попадается белый. Ммм, как неожиданно. Она берет себе жетончик озарения. Далее все кубики у нас обычные, поэтому мы сейчас с вами что-нибудь интересное разыграем. Давайте при помощи зеленого я перемещусь сюда и посмотрим, что же здесь у нас за «Глазик-2». Поднимаюсь по скрипучей лестнице. Замечаю, что с верхней площадки капает кровь. Заслышав чьи-то всхлипа, вы замираете на месте и пытаетесь откликнуть того, кто там наверху. Но рот словно забит ватой. Вы медленно отступаете, начиная паниковать, а кровь струится все быстрее и сильнее. Активируйте свое естественное состояние. Перейдите к разделу 7.2, если вы его еще не читали. Естественное состояние. Это вот эти штуки. Горе и испуг. Чемп и Минди у меня становятся испуганной. Невероятно тематично получилось. Ну, действительно, мы вошли вроде бы в свой родной дом, а тут у нас какая-то кровь льется. Конечно же, мы испуганы. Горе, кстати, тоже надо было положить сюда карточку, но лицом вниз. Итак, мы испуганы. Это значит, что мы не можем бросать больше одного кубика за один раз. То есть складывать значения нельзя. Перемещаясь, я не могу войти на клетку с врагом. Чтобы избавиться, нужно получить состояние отвага, либо пройти проверку синюю. С навыком сложностью 5. Сложность уменьшается на 1 за каждого другого аватара на этой клетке. То есть такая моральная поддержка. Друг, не бойся, все в порядке. Итак, мы переходим с вами к разделу 7.2. Кто-то громко стучит дверь. Поместите жетон шестереночки на соответствующую клетку. Так, у нас появляется еще один жетон, с которым мы можем взаимодействовать. Тут у нас сейчас какая проблема? Чтобы вернуться обратно, спуститься по лестнице, мне нужно зеленый кубик, которого нет. А, есть фиолетовый. Есть фиолетовый кубик. Либо я могу здесь продолжать трястись от страха. А, могу попробовать избавиться от испуга. Давайте я так и сделаю. Я прохожу синюю проверку. Пять! Ха! И я избавилась от испуга. Пам-пам! Читерша несчастная. После чего я хочу сохранить желтый кубик у себя. А фиолетовым кубиком, ну, наверное, давайте он же у нас читерский. Я просто перемещусь обратно вот сюда. Вот здесь я спрячусь, чтобы меня никто не увидел. Кто же это там вошел-то такой? Все, на этом мой ход заканчивается. Опять-таки, врагов у нас пока что нету. Тишь да гладь. И ход переходит снова к лин. Она опять достает пять кубиков, кидает белый. И получает жетон озарения. В целом, первые жетоны, они очень легко получаются. Но мы можем как раз-таки переместиться к этой шестеренке и посмотреть, а что дальше-то произойдет. Или попробовать еще одну лупу достать. Ну, там у нас что было? Печенье и обычная одежда? Нужно ли оно нам? Непонятно. Давайте мы не будем с вами сильно мудрить. Просто происследуем то, что здесь находится. Смотрите, я на самом деле очень хочу посмотреть на вот этот вот глазик и попытаться разобраться с телевизором. Но, к сожалению, согласно правилам, если я правильно поняла, там это сделать нельзя, так как это событие можно разыграть только один раз. Только если тут будет соответствующий значок, оно как бы многократное. А так оно вот единыжное. Мы подошли к телевизору, ну, типа не получилось ничего. Идем дальше. Ну, идем так идем, ладно. Я сбрасываю зеленый кубик, чтобы передвинуться сюда. И оказываюсь на одной локации здесь. Если текущая ситуация враги, не читайте этот раздел. Нет, у нас все тихо. Читаем. Стук превращается в грохот. И вы открываете дверь. На крыльце стоят двое полицейских. Непринужденные позы, лица светятся дружелюбными улыбками. Но вы замечаете, что один из них пристально осматривает крыльцо. Третий полицейский, оставшийся во дворе, шарит ботинком в траве. День добрый. Простите за вторжение, но нам сообщили о нарушении общественного порядка. Он вытягивает шею, чтобы заглянуть в дом. Сбросьте все кубики со шкалы угрозы. Хоп. А затем верните кубики из сброса в мешок. Разместите на этой клетке фигурки полицейских 1, 2, 3 и не выкладывайте их карты на шкалу угрозы. Так, они у нас тут появляются. Я специально, кстати, не одеваю их в подставке. Они, конечно же, есть в этой игре. Но вам так, по-моему, гораздо лучше будет видно, что происходит на игровом поле. Сбросьте этот жетон. Сбросили. Пока полицейские в игре, текущей ситуацией все тихо. Аватар на этой клетке может попытаться выведать дополнительную информацию, пройдя проверку навыка общения. Общение со сложностью 5. Ну, давайте попробуем. Давайте мы кинем желтый кубик. Шесть. Ха. Мы максимально успешны. Так, а это что у меня за 2 кубика? Я должна была их тоже в мешок хоть отправить, да? Скорее всего. Успех. Какой-то мальчик, здорово напуганный, позвонил отсюда в полицию. Сказал, что его родители ругаются. Знаете что-нибудь об этом? Вы замечаете, что полицейские во дворе изучают свежие следы велосипедных шин. Неужели Мартин сбежал? Получите жетон колючика. Так, получаем. Очень интересно. Вы можете последовать за Мартином, перейдя на следующую страницу. Вот, то, что нам нужно. То есть книга нам прямым текстом говорит перейти на следующую страницу. И мы вспоминаем наши особые правила. Если на этой странице произошла встреча, произошла ситуация, все тихо, все тихо, я могу отыскать следы и пойти по ним, перевернув страничку. Плюс карта нам это напрямую, книга нам это напрямую сказала. Так мы и делаем. Все, мы скидываем все, что здесь у нас было, и переходим в следующую локацию. Называется она Последу. Верните все кубики, сохраненные на картах в мешочек. Ха, ну и, видимо, и сбросы тоже. Архивариус передает закладку своему соседу слева. Ах, да, здесь должен быть еще же там первого игрока. Ну, окей, теперь чемп и Минди у нас будет первым игроком. Следы велосипедных шин приводят вас в пригород. Теплый вечерок гуляет между домов, разбросанных под безоблачным небом. Вы бродите по окрестностям в поисках Мартина и расспрашиваете о нем местных. У некоторых ваш вопрос вызывает беспокойство, а кто-то даже предлагает свою помощь в поисках. Но всем вы отвечаете, что волноваться не о чем. Впереди вы замечаете двух мальчишек. Лет 11 и 100 и посреди дороги они не сводят с вас угрюмых взглядов. И так сильно сутулиться, что кажется, будто они калеки. Их неестественная худоба тревожит вас. Мальчишки смотрят на вас так пристально, что вы уверены, они здесь неспроста. Вы бросаетесь к ним, надеясь узнать, где Мартин, но громкий паровозный гудок заставляет вас застыть на месте. Откуда ни возьмись, через город проносится древний локомотив. Железнодорожных путей здесь нет, и он словно плуг прокладывает себе дорогу через дворы, и разбрасывая машины черной решеткой. Что происходит? Вы пытаетесь углядеть хвост состава, но вагоны тянутся до самого горизонта. Наша цель по-прежнему узнать, куда уехал Мартин. Для подготовки наших аватаров, пока что это все те же самые, мы кладем на стартовую локацию. Помещаем жетончики ключей на соответствующие клетки и лупы, а также карту местности переправа. Итак, мы с вами сталкиваемся с еще одним типом местности. Линии могут быть красные и зеленые. В нашем случае мы видим, тут как раз таки есть зеленца. Аватар может переместиться между двумя клетками, разделенными символом вот таким, лишь пройдя проверку навыка со сложностью 4, причем необходим клубик соответствующего цвета. Эффект провала, если он есть описан в особых правилах страницы. А враги эти символы, естественно, игнорируют. Так, положим, ну давайте пока вот сюда эту карту, заодно я не буду случайно подглядывать, что делать. Особые правила у нас также имеются. Мы можем прыгнуть в поезд и из поезда, Если аватар проваливает проверку переправы, пытаясь это сделать, пытаясь покинуть поезд, переместить его на клетку, куда он перемещался, и этот аватар теряет одно здоровье. При провале попытки забраться в поезд ничего не происходит. То есть выпрыгивать нам будет больно, а запрыгивать ничего страшного. На крыше поезда. За каждый добавляемый на шкалу угрозу кубик передвигайте все фигурки на поезде на одну клетку направления стрелки. Это вперед. Если аватар оказывается за пределами игрового поля, он теряет все здоровье, а враги, которые переместились за пределы поля, покидают игру. Вот оно как. Жестоко. Начинается жестоко. Так, ну, чей у нас ход? А, блин, все кубики, кроме сохраненных, я неправильно прочитала. Так, мы все кубики должны были отправить в мешочек. И теперь у нас ходит чемп и миндия. Она по-прежнему тянет пять кубиков, пытается взять озарение. Ну, больше либо равно. Я в любом случае беру этот жетон озарение. Получается, первые разы вообще можно не кидать. Ну и пойдемте. Нам нужно что-то вообще посмотреть, повзаимодействовать. Давайте я за, неважно, красный кубик перемещаюсь сюда. И оказываюсь... Так, с лупой я не могу, потому что нужен желтый. Я оказываюсь на одной клетке с ключом. И сейчас мы зачитаем с вами ключик два. А, но не вместе. В саду увозится дружелюбного вида женщина. Аватар на этой клетке может поговорить с ней, пройдя желтую проверку навыка общения. А у меня желтого нету. То есть я автоматически проваливаю, получается. А что же мне делать-то? Какая незадача. Тогда давайте я вот что сделаю. У меня есть фиолетовый читерский. Я попробую вот эту лупку получить. Два. Мне надо четыре. Не получила. Шикарно. Хорошо, у меня осталось еще два кубика. Зеленый я сохранил, а синим я перемещусь вот сюда. И буду ждать хода следующего игрока. Ход переходит как раз таки клин. Она тянет свои пять кубиков. О, как плохо. Жетон на зарение она не получает. Два куба у нас отправляются сюда. А, и кстати, нужно посмотреть. Это у нас какая... А, это все та же локация. То есть мы по-прежнему подозрительные. О-оу. О-оу. Так, у меня два кубика. Желтого по-прежнему нету. Прекрасно. Ну, блин. Давайте я перемещусь сюда. Красным кубиком. И прочитаем, что тут глазик один. Перед вами почтовый ящик с адресом Wilderberry Lane 430. Число 430 проплывает перед глазами. В голове эхом отдаются тиканье часов. Перейдите к разделу 9.2. У-у-у. Голову неожиданно пронзает боль и все вокруг плывет. В сознание врезается это число. Оно словно пульсирует прямо за глазными яблоками. Что это значит? Чьи это воспоминания? Ваши или Мартина? Пройдите желтую проверку. Не могу. Проваливаю. Активирую свое естественное состояние. А у Лин это состояние горя. В общем, она так расстроилась, что ее долбануло 430, что теперь не может использовать и сохранять фиолетовые кубики. Прекрасно. Чтобы избавиться от этого, нужно пройти синюю проверку со сложностью 5. Блин, ну мы можем попробовать прыгнуть в поезд? Ну не, я, наверное, сохраню зеленый кубик. Он нам понадобится. И хоть переходит к чемп и минт. Ну, выкину я, наконец-таки вытяну и желтый кубик, я надеюсь. Ой, извините, лишний. О, вот это мне уже ситуация больше нравится. Гараздо больше мне нравится. Я за зеленый кубик перемещаюсь сюда. Па-па. И, значит, это опять-таки женщина. Я пытаюсь пройти желтую проверку навыка общения со сложностью 5. Кину-ка я сразу 2, чтобы точно пройти. Всегда бы я так кидала. Успешно. Старый мальчуган качает головой. Молчун такой. Промчался тут на велосипеде, минут 11 назад. Явно куда-то спешил. Получите жетон с ключиком. Мне особенно нравится, что эта бабуля говорит не минут 10 назад, а минут 11 назад. Какая точность-то вы посмотрите. А, и, собственно, этот жетончик, я его получаю. Надо было до ней запаса отсюда брать. Отлично, мы прошли эту проверку. Этот, наверное, кстати, жетон все-таки, наверное, надо было сбросить. Мне кажется, я чуть-чуть читернула. Ну, ладно. Тем временем, у меня еще все равно осталось два хода. Два хода. Могу посмотреть что-то в лупе, либо тут... Да ладно, я предлагаю прыгать сюда. Я использую зеленым кубиком, чтобы попробовать попасть вот сюда, на переправу, через переправу. Нужно прийти проверку со сложностью 4. Три. Пам-пам-пам. А, давайте я сделаю вот что. Жетон озарения. Жетоны озарения, их можно использовать как для активации своей способности, так и для того, чтобы перекинуть кубик. Давайте я сброшу один жетон и перекину этот кубик. Четыре! Прекрасно! Я запрыгиваю. Па-бам! У меня остается фиолетовый кубик и зеленый сохранен. Давайте я попробую спрыгнуть. Два! Ну что, мне опять его перебросить? Давайте еще переброшу. Один еще хуже. Ладно. Значит, при провале вспоминаем, пытаясь покинуть поезд. Я перепрыгиваю туда, куда перемещалась, но при этом теряю одно здоровье. Ну, увы и ах. И оказываюсь я на клетке с вот этим значком. Глазик два. Мальчишки, исчезли бесследно. Лихорадочно озираясь, вы замечаете ведущую в рощу тропу и буквально нутром чуете, что Мартин поехал именно туда. Присмотревшись, вы обнаруживаете в грязи свежие следы велосипедных шин и теннисных туфель. Скинув взгляд на деревья, вы по необъяснимой причине ощущаете поднимающийся горло страх. В конце любого хода игрока, если все аватары находятся с этой стороны поезда, и на этой стороне нет врагов, можно последовать за Мартином, перейдя на следующую страницу. Но я думаю, на этом моменте мы с вами закончим, дабы сильно вам не спойлерить. Думаю о том, как играть в эту игру и что здесь необходимо делать, что вы можете, какие впечатления получить от этой игры. Вы уже поняли. Ну, а спойлерить дальше я не буду. Так что, как вы понимаете, мы с вами даже не прошли до конца еще одну локацию, а нам нужно пройти максимум пять, минимум, ну, наверное, две-три, смотря как нам будет вести, не вести, какие подсказки мы с вами будем получать. А, кстати, мы с вами еще ни одной подсказкой не воспользовались, чтобы попытаться хотя бы понять, где же этот внутренний демон-то наш находится. И, собственно, на этом я предлагаю закончить летсплей. Пишите свое мнение об игре обязательно в комментариях. Играли ли вы в нее и какие она впечатления оставила. Понравилось ли вам видео такого формата, где я и рассказываю правила и частично показываю летсплей, но специально не до конца, потому что данная игра все-таки сюжетная и не хочется мне вам портить удовольствие. Ну что же, на этом у меня все. Если видео для вас было интересным и полезным, то не забывайте ставить оценки, подписываться на канал, писать комментарии под видео. И, кстати, заодно пишите свое мнение об этой игре. На сегодня у меня все. С вами была Аня. Всем спасибо, всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok